Вы смотрите информационный канал Севастополя, программу Акцент. У нас в студии руководитель Севастопольской региональной общественной молодежной организации молодежных инициатив «Твоя победа» Игорь Ратников. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, на данный момент уже завершилась регистрация общественной организации «Твоя победа». Сколько времени она заняла? Знаете, есть свои определенные хлопоты, есть свои времена, но, скажем так, что мы хорошо подготовились, и календарных должно быть 30 дней. Может быть, чуть-чуть больше, потому что были некоторые помарки. Но в соответствии с российским законодательством мы начали сразу к этому всему подходить серьезно. Как все-таки на сегодняшний момент отмечена деятельность вашей организации, ну, грубо говоря, на национальном уровне? Знаете, мы были как-то на одной встрече в Симферополе, где собирали руководителей центров реабилитации, вот, и, если я не ошибаюсь, руководитель или участник ФСКН, это есть такая служба, вот, она сказала, что будет очень хорошо, если вы будете соответствовать всем стандартам. Ну, и мы начали, конечно, копать, что за стандарты, какие должны быть стандарты, вот, и мы нашли одну компанию, которая согласилась приехать и, скажем, проверить нас. С одной стороны, это был риск, с другой стороны, это было желание выйти более, как бы, на профессиональный уровень, и мы начали этим заниматься. И вот у меня здесь вот есть на столе уже такой сертификат. Вот я вас попрошу на третью камеру показать. Да, это национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р-54-990 от 2012 года, вот, который мы подготовились и прошли его, скажем, вот, и можем теперь профессионально заниматься, скажем, деятельностью. Ну, с чем вас и поздравляем, собственно говоря. Все-таки направление деятельности после регистрации, после завершения перехода в российское правовое поле как-то изменится или останется прежним? Нет, ну, вы знаете, у каждого есть свое призвание, вот, и мы как помогали людям, вот, дело такого рода, что я же не сам же в организации, а есть единомышленники, есть ребята, те, которые давно приняли решение помогать людям. Вот так вот, кто-то, это не секрет в нашей организации, ребята, которые сами прошли реабилитацию, и они хотят помогать, вот. И, конечно же, не изменится. Единственное, что я думаю, что наоборот расширится. Вот, почему? Потому что люди, слава богу, они остаются, они возвращаются в сорцию, начинают работать, вот, и не возвращаются уже в пагубные привычки. И приходят с какими-то идеями, приходят с какими-то такими уже наработками, говорят, слушайте, давайте мы это сделаем, а давайте мы то уберем, а давайте мы там поможем, проведем какой-то праздник. И уже наши выпускники, они начинают развиваться уже более в другом направленности. А сама реабилитация, она, конечно, останется, потому что, к сожалению, она останется, потому что есть в этом нужда. Нужно актуально на сегодняшний момент. Над чем сегодня трудятся члены Севастопольской региональной общественной организации молодежных инициатив «Твоя Победа»? Ну вот, после того, когда мы завершили уже прохождение, скажем, аудита, да, для получения сертификата этого, мы движемся дальше, наверное, по намеченным для нас планам. Первое, это, конечно же, хорошо профессионально оказывать услуги тем людям, которые находятся на реабилитации. То есть это немножечко для нас там новшество, да, там, так как мы не медицинская компания, а мы заключили договора с различными людьми, даже там с больницей, вот, где ребята будут более-менее, скажем, уже быть, ну, скажем, под таким присмотром не только нас, вот, потому что раньше этого не требовалось, вот, сейчас мы хотим идти дальше. Ну и, конечно же, над чем мы трудимся сейчас, так как много людей, которые не хотят идти в центр реабилитации, вот, но, к сожалению, они тихо или громко умирают, вот. И занимаемся обыкновенной профилактикой. Профилактикой, как бы это ни было страшно или для кого-то стыдно, приходится стоять на мусорниках, вот, где собираются эти ребята, и говорить, что, послушай, есть другая жизнь, мы можем тебе помочь, мы можем тебе предоставить, где ты будешь нормально питаться, где ты можешь жить, и самое главное, у тебя будет результат. Так, почему у нас есть такие уже положительные результаты, когда мы людей забирали прямо с улицы, вот, не скажу, что легко, но есть результаты, которые сегодня уже помогают. Кто-то вернулся в семью, кто-то старается как-то вот идти дальше. Вообще, насколько реально помочь сейчас человеку, который, ну, на самом-то деле этого не хочет. Он живет, он считает, что он живет, ну, в своем мире, вроде ему кажется, все нормально. Вот, когда его выдергивают из той привычной для него среды, пытаются, ну, как-то провести социальную реабилитацию, помочь выйти из штопора, насколько это удается? Знаете, нельзя сказать, стопроцентная такая гарантия. Первое, скажу так, что если человек хочет, вот, но для этого нужен тоже определенный подход, вот, нужна хорошая мотивация. Вот, мотивация не только нас, вот, как специалистов или профессионалов в своем деле. Ну, во-первых, он сам себя должен смотивировать. Да, и, конечно же… А для этого необходимо, чтобы, наверное, и близкие люди… Да, я же про это говорю, чтобы все общество, которое его окружает, оно должно мотивировать. И мотивация не должна быть грубая, такая, о, ты такой, сякой, там, напился, укололся, опять сегодня что-то украл. Это, наоборот, спровоцирует. Да, это провоцирует на то, что они понимают, что они делают плохо, но только они не могут ничего сделать. И им хочется убежать от этой злой реальности и обратно куда? Забыться, уколоться или напиться. Почему? Потому что в каждом человеке есть желание добра, но того, которого он хочет делать доброе, он не находит в себе. И он понимает, что здесь его уже проблема. И, конечно же, мы видим, что исцеляет это наше отношение или, скажем, любовь к человеку, где мы терпим, где мы не ищем своего, где мы не стараемся унизить, придавить. А наоборот, нужны положительные разговоры, должно быть вдохновительное такое отношение и давать человеку вот такую веру, то, что может быть результат. Не просто сказать, да, ничего с тобой уже не получится, наоборот, сказать, послушай, а давай попробуем. И может быть, это будет. А то, знаете, некоторые люди, там что-то произошло, они говорят такую фразу, а, я так и знал. То есть они обрекли себя уже на то, на своем подсознании. И здесь очень важно, чтобы мы поверили в этих людей, показали им принципы, чтобы они научились тоже верить в тот положительный результат. И у нас есть просто ребята, которые уже кто-то 10 лет, кто-то 5, кто-то 15 лет назад бросил, есть семьи. И мы говорим, послушай, давай посмотрим на него. И когда он смотрит на него, говорим, слушай, ну ты же что же можешь? Давай вот просто поверим, что у тебя точно так жизнь изменится. И надо потихонечку идти. Ну, дать возможность верить — это одно, а еще и стремление, самостремление. Да, у человека появляется уже в процессе стремление, когда ему начинают помогать. Потому что вера, я имею в виду, это поверить самому человеку, это не принцип религиозности, а поверить в то, что он может подняться. Потому что многие люди говорят, а, у меня там со здоровьем не то, жена ушла, все разбито, вот, у меня проблемы, родственникам я не нужен. И он уже не верит, что он может стать обыкновенным полноценным человеком. Вот, и тогда у него появляется уже стремление, когда он видит положительный результат. И чем больше будет таких людей, которые сегодня стоят в этой свободе, излечились от этих пагубных привычек, вот, и будут рассказывать другим, и у них появится желание и стремление. А уже чисто ресурсно как-то мы можем помочь. Это режим, это субкультура. Почему? Потому что нужно менять это в корне. У наркозависимых... В мировосприятиях. У них своя музыка, у них свое окружение, у них свои какие-то интересы, можно сказать, своя политика. Так вот, нам нужно что-то им предоставить хорошее, такое, то, что соответствует, первое, это нашей Конституции, и второе, конечно же, это нашей культуре, нашим нравам. Вот, и мы вот именно над этим работаем, чтобы делать такую полную субкультуру. Не просто ты бросил колодца во время реабилитации, а потом вернулся и обратно, или начал пить из-за глядов полумя, а чтобы ты никогда больше не вернулся к этому. Но вот здесь вот мы и работаем, и благодаря тому, что государство, оно, мы видим, идет, ну скажем, навстречу для того, чтобы помогать, проводить различные творческие вечера, тематические вечера, встреча с профессионалами, которые сегодня могут посоветовать, а, как говорится, не для камеры. Иногда сказать, ты знаешь, у меня тоже такое было, но я справился, и у меня получилось, давай, и мы можем вместе, ты можешь стать такой же, как и я. Вы стараетесь людям изначально сказать, что впереди их ждет не самый-то простой путь, то есть не то, что вот обнадежили, мол, получается у многих, давай стремись, и тут вот человек, ну, у которого силы воли не так уж много, он вроде идет, 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 потом в какой-то момент хлоп так, все, не могу, выдохся, и обратно скатывается. Вот здесь, наверное, необходимый элемент, когда изначально тебя готовят к тому, что будет-то непросто, но если у тебя сила воли есть, то ты пройдешь этот путь и выйдешь из того состояния, в котором находишься. Насколько важен этот элемент? Конечно, знаете, легко очень сдаться, легко, когда тебя обидели, обидеть другого, когда тебя оклеветали, легко оклеветать другого, но тяжелее, когда тебя обидели, простить, тяжелее, когда тебя оклеветали, не идти обратно же его клеветать, а промолчать где-то. И, конечно же, некоторые люди, которые попали в эти трудные жизненные ситуации, они в этом понимают. И мы их готовим, говорим, что послушай, ну давай возьмем простой пример, спортсмен. Сегодня там спортсмены, его награждают, он занял какой-то титул. Многие из них спортсмены. Он на вершине. Да, он на вершине. Но что предшествовало этой вершине? Были тренировки, были беды, победы, было тяжело. Но когда ты возьмешь себя, и у тебя будет хороший тренер, хорошее окружение, они будут тебя мотивировать, поддерживать, вдохновлять. И когда у тебя даже уже ослабятся руки, ноги там, они тебя поддержат, и ты вместе тогда сможешь подойти к пьедесталу. Вот еще один момент, насколько важен элемент окружения тех людей, которые рядом находятся именно в тот момент, когда происходит реабилитация. На самом деле, мне кажется, вообще 100% важно окружение. Почему? Потому что подобное притягивает к подобному. И если человек, который употребляет наркотики, и кто-то хочет вырваться, он скажет, «Да что ты вот это, тебе же трудно, тебе же тяжело, давай нальем за бизнесменов и врачей». Или там, на тебе, шприц, да расслабься именно. Ты же видишь, тяжело, у тебя ничего не получается, ничего не получится. Но когда тебя окружают совсем другие люди, которые говорят, «Послушай, ну у тебя же это уже было, к чему оно тебя привело?» Вот, тебе наливали, у тебя было, было, у тебя работа была, было. Все потеряно, можно сказать. Все потеряно, но сегодня окружение, на самом деле, оно занимает 100%. Почему? Потому что скажи, кто твои друзья, я скажу, кто ты. И как ты хочешь, чтобы к тебе относились, относись ты к другому. Как сегодня вы сотрудничаете с ФСКН, Федеральной службой контроля наркотиков? Да. Ну мы, как законопослушные граждане, вот у нас скоро мы будем знакомиться, где-то 21 числа, более, скажем так, в дружеской обстановке. И мы стараемся делать все, что зависимо от нас. Почему? Потому что структура ФСКН – это контроль за оборотом наркотиков, скажем. Но мы там, как бы, не при деле. Почему? Потому что люди, в основном, останавливают приход наркотиков в страну. А мы делаем свое дело, мы уже, ну скажем, поднимаем тех людей, которые когда-то, к сожалению, это делали, потом сели, может быть, в тюрьму. Вот, и уже приходят, и мы говорим, что не нужно больше этим заниматься, потому что ФСКН – это государственная, законом поставленная служба, которая может прийти и пресечь. И в дальнейшем, как бы, мы готовы сотрудничать со всеми, потому что это зло, нельзя победить одному. Его нужно, если делать. Это совместные усилия исключительно. Конечно, да, в комплексе. Кстати, вот, что учитывая, говоря об усилиях, какие планы на ближайшее будущее? Я, наверное, начну с того, что по реабилитации мы говорили, что двигаться, дальше помогать, если спасем хотя бы кого-то одного, это будет великая победа, чей-то сын, чей-то отец, чей-то брат. Но также самые наши ребята, которые прошли уже реабилитацию, и также у них есть родственники, родные, близкие. И мы начали, скажем, там, как объединять усилия с городским советом ветеранов, во главе с Пономаревым Анатолием Георгиевичем, и его заместителем, председателем комиссии Жуковой Еленой Ивановной. Многие могут сказать, ну, при чем здесь наркоманы и ветераны? И вот вы знаете, к чему мы пришли? То, что люди, ветеранские организации, они помогают всячески. Я думаю, что очень хорошо видно, когда прошел парад, да, вот к этой дате. Но когда они обратились и сказали, говорят, ты представляешь, ветерану дали, там, ну, я точно не знаю, что там, государство вручило, поручило. Но а его, этот, внук, вот, алкоголик, и он приходит в пьяном угаре и начинает там что-то кричать, а уже дедушке, который когда-то защищал нашу страну, это, во-первых, и больно за своего внука. И, наверное, как бы ненормативную, скажем, лексику слушать тоже не очень хорошо. Вот, кто-то есть наркоман. И вот мы решили объединить такие усилия для того, чтобы помочь и нашим ветеранам поработать с их семьями. То есть социальный аспект? Да, конечно. Спасибо большое, что нашли время, пришли к нам в студию. Я напоминаю, вы смотрели программу «Акцент» эфир же информационного канала Севастополя. Продолжается. Не переключайтесь, будьте внимательны к тем, кто рядом с вами. И в особенности к близким. Не допускайте того, чтобы они употребляли наркотики и алкоголь.